В помощи социальных работников зачастую нуждаются пожилые люди, особенно те, которые страдают нейродегенеративными заболеваниями и деменциями. Об этих проблемах мы поговорим с гостем нашего эфира Мариной Аникиной, кандидатом медицинских наук, врачом, неврологом, дементологом. Здравствуйте, Марина. Ну расскажите для начала, насколько вообще эта проблема актуальна в нашей стране? Эта проблема актуальна и в стране, и в мире в целом. Самая частая деменция – это болезнь Альцгеймера. И мы ждем по прогнозам научных исследований, что количество людей, которые страдают болезнью Альцгеймера, удвоится к 2050 году. Сейчас уже насчитывается более 30 миллионов человек, страдающих этим заболеванием. А с чем связано то, что удвоится количество больных людей? В том числе с тем, что медицина стала более успешной, длительность жизни увеличилась, и поэтому количество людей пожилых каждый год увеличивается. Марина, расскажите, какие советы вы можете дать родственникам людей, которые страдают этими заболеваниями? Во-первых, нужно прежде всего установить диагноз. И надо заметить, что у вашего близкого родственника начинаются какие-то проблемы с памятью, с вниманием, с речью, с владением приборами какими-то, с оплатой счетов. Все то, что раньше человек делал, достаточно просто, не потребовалась ваша помощь, а теперь он регулярно прибегает к вашей помощи. Конечно, самое частое это переспрашивание. И на это больше всего обращают внимание, потому что это немножко раздражает. Вроде мама, папа, я тебе только что уже сказала. А пожилой человек еще раз и еще раз спрашивает о чем-то. Повышение тревожности, повышение раздражительности. Иногда даже какая-то немотивированная агрессия со стороны пожилого человека, обидчивость. Все это маркеры того, что нужно обратиться к врачу. Но не просто к врачу, а к тому, кто занимается проблемами деменции. Расскажите, вот вы организатор, один из организаторов встречи, которая проходит с людьми больными, альцгеймером, деменцией. Для чего нужны эти встречи? Как они проходят? Для чего нужны? Поскольку пациенты в целом становятся более изолированными. Они боятся куда-то выходить без посторонней помощи. Не всегда у семьи находится время и условия для того, чтобы организовать достойный досуг пациенту с любой деменцией. Во-вторых, есть психологические еще тормоза. Семья часто очень боится, что заболевание близкого человека будет заметное, что последуют какие-то вопросы. Или просто хочет оберечь человека от расспросов. Мы помним тебя вот такого, а теперь ты вот такой. И такие люди иногда не выходят годами из дома. И это, конечно, ужасная проблема. Это ухудшает их эмоциональный и интеллектуальный статус. Встречи, которые были организованы к фондам Альцрус под личной инициативой президента фонда Александра Щеткиной, сейчас известны во всей России. И мы очень рады, что таких клубов, Альцкафе, клуб «Незабудка», становится больше. Сейчас, конечно, большинство клубов открыто в Москве. Это такие временные площадки. Часто задействуются какие-то досуговые центры. Центры единого окна. Там, где проходит очень часто московское долголетие и подмосковные программы. Пока в Московской области мы первый клуб, который открывается. И самая ближайшая встреча, наше открытие будет как раз 12 июня в 12 часов в усадьбе Тимохова-Салазкина. Нам предоставили площадку. Мы очень рады этому. И мы ждем наших гостей. Расскажите, какая программа? Просто общение или, может быть, еще какая-то медицинская помощь оказывается? На этих встречах мы принципиально не говорим ни про заболевания, ни про какие-то услуги, патронажные центры, которые принимают, естественно, участие в организации на благотворительных основах. Но здесь нет никаких встроенных услуг. Здесь исключительно мы планируем, что наши семьи будут отдыхать, что они будут приходить со своими мамами, папами, дедушками, бабушками, которые смогут пообщаться, выпить чай, попеть песни, участвовать в мастер-классах. В этом мероприятии, которое будет, у нас будут специальные гости. Это певица Юлия Харибава. Вести мероприятие будет Ника Вишневская, телерадиоведущая. И мы ждем гостей СМИ, в том числе в рамках, в формате этих встреч. У нас всегда есть фото- и видеосъемка. Для чего? Потому что удержать воспоминания очень сложно. Даже нам, у нас что-то стирается в форме с памяти. Представляете, люди, которые страдают деменцией. Для того, чтобы поддержать эти воспоминания, мы все это делаем в фотоотчет, выкладываем их участникам, для того, чтобы семья могла распечатать те фотографии, которые интересны. И, например, неизначально помнить. Помнишь, мы вот были в прошлом месяце, и пойдем в этом месяце. Это будут определенные положительные эмоции и континуум этих эмоций. Важно, что это не разовое мероприятие, а это мероприятие ежемесячное. И мы ждем, что нашими волонтерами будут известные люди, в том числе известные люди Ленинского района, примут участие, а также наши друзья, тоже, которые занимают разные совершенно позиции в социальной сфере. Это и адвокаты, и врачи, и юристы, и политики, которые очень рады нас поддержать. И будут по мере возможности приходить и надевать майку волонтера, и просто участвовать в этих встречах. Очень благородная такая инициатива, действительно. И хорошо, что в нашем городском округе такая возможность появилась. Спасибо большое, Марина. Я напоминаю, что у нас в гостях была Марина Аникина, врач-невролог-дементолог.